Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает пользователь по имени Екатерина, судя по тому, что мы видим в нике, я вижу. Ситуация Екатерины складывается таким образом, что в начале жизни был парень, который ее не оценил, она давала ему шансы, она ему все прощала, вот она надеялась, что человек как-то, ну, исправится, надеялась, что человек как-то будет вести себя иначе, будет вести себя по-другому, но ничего не происходило, вот, снова и снова, как бы, да, ничего не происходило, снова и снова, как бы, да, ничего не менялось, и она устала от таких отношений, вот, по ее словам, она устала от таких отношений и решила, уходить, решил уйти, решил уйти, но это достаточно важный, наверное, момент, уйти, уйти она, получается, не смогла, сама, по крайней мере, уйти сама она не смогла, и в итоге на работе познакомилась с мужчиной, познакомилась на работе с мужчиной, вот, с которым у нее все закрутилось, вот, с которым у нее случился роман, вот так же, вот, правда, она на него не ставила изначально, как она говорит, она изначально не воспринимала его всерьез, вот, но, опять же, по ее словам, она каждую встречу раскрывала его с новой стороны, вот, раскрывала его, раскрывала, раскрывала, вот, и, соответственно, потихонечку влюбилась, влюбилась, но, он этот парень снова ее спрашивал, а, про ее парня, ну, ему говорили, что у нее есть парень, вот, а Екатерина боялась признаться, боялась пугнуть и говорила, что никого у нее нет, вот, в итоге она оказалась в любовном треугольнике, после чего, значит, она собралась уйти от своего первого парня, вот, ну, уйти от своего первого, когда она собралась уходить от своего первого парня, то, тут, обязательно, с ней, получается, захотел, захотел семью, вот, и она не могла ее от первого парня уйти от своего, и вот, и вторым парнем тоже получалось, мягко говоря, не очень, не очень, потому что тот, внезапно ей, получается, сказал о том, что боится серьезных отношений, боится сближаться, вот, в итоге, так, она провела достаточно большое количество времени, пока любовник не узнал о том, что с парнем она на самом деле не рассталась, вот, ее первый парень сейчас об этом рассказал любовнику, и любовник ушел, а парень ее просил, ну, просил ее полностью, сменить ее компакты, вот, сменить ее компакты полностью, чтобы, ну, видимо, любовник ее не нашел. Сама Екатерина по ее словам очень сильно скучает именно по любовнику, она именно с любовником хотела, хотела, как она, как она говорит, семью и отношений, ну, вот, но, боялась и не, ну, не могла, получается, ему до конца доверять, вот. Что, в общем и целом, послужило, как очевидно, из рассказа о причине для их расставания, вот. Теперь Екатерина спрашивает, как быть, Екатерина спрашивает, что делать, вот, надоела депрессию, ничего не хочет, ничего не хочет. Екатерина, я вам хочу сказать, что если вы, ну, так скажем, достаточно внимательно посмотрите на свой вопрос, выводит, что вас бросает, по большому счету, от одного парня к другому, по большому счету, вас бросает от одного парня к другому. И, вот, скажу вопрос, почему так происходит, по какой причине так происходит, что вас бросает в разные, вас бросает вот из страны в сторону, по сути, как мы видим. Потому что вы, по крайней мере, на мой взгляд, пытаетесь решить какие-то свои проблемы через этих мужчин. Быть может, быть может, быть может, вы боитесь остаться одна, или быть может, вы хотите себя защитить, я имею в виду, вы пытаетесь, что называется, вы пытаетесь, что называется, защитить себя через семью. Вот. Это очень важный момент, ради чего вы все это терпите, какую свою проблему вы хотите решить. Вот. И, соответственно, совершенно очевидно, что у вас есть трудности с самооценкой, у вас есть трудности с доверием себе, потому что то, что вы описываете, выглядит так, как будто вы на себя не полагаете. Сложно, очень сложно, главное, чтобы положиться по описанию, по крайней мере, ну, по описанию, по крайней мере. Вот. И я бы хотел, чтобы вы спросили, именно в этом контексте, в контексте вот как раз того, о чем я говорил, вот, чтобы вы поработали в этом контексте как раз. Понимаете, да? То есть, чтобы вы, ну, попробовали рассмотреть эту ситуацию вот с такого, взгляда, с такой позиции, ну, как, что я себе игнорирую? Может быть, в чем и где я себе не доверяю, может быть, что вот так, словно говоря, себя чувствую и, так, условно говоря, себя веду. Чего я боюсь? Что будет, если я не создам семью прямо сейчас? И всё-всё-всё-всё вот в таком примерно духе нужно поисследовать. Так. Это довольно важный момент, потому что, если в данном аспекте вы не будете уделять себе внимание, вот, ну, ситуация может стать довольно-таки печальной и грустной, вот, и сейчас уже в созависимых отношениях. Вот. Вы описываете всю эту историю, где вас нечет от одного права к другому. Вот. Всю эту историю вы описали. Хорошо. Давайте подумаем вот о чём, да? Вы говорите, как мне понять, чего я хочу. Только через психотерапию. Какой ещё может быть способ в данном случае? Если вы созависимый партнёр, если вы не доверяете себе, естественно, вам сложно будет на себя полагаться. Это нормально. И чтобы со всем разобраться, вам нужна помощь. Вот. То есть, какой у вас вопрос, что вы хотите изменить? Вы говорите, мне надоела эта депрессия, вкус жизни потерялся, ничего не радовало. Давайте попробуем вспомнить, а что вам когда-либо, например, было интересно? И вообще, было ли вам когда-либо что-то интересное? Ну, в смысле, было ли вам когда-либо, да? Чем вы увлекались вообще в своей жизни? И увлекались ли? Вот. На это нужно вам обратить своё пристальное внимание. Почему? Почему так? Потому что от этого зависит то, как дальше по жизни своей вы будете идти. Да? Если вы не чувствуете своего интереса к жизни, ну, вот так, условно говоря, получилось. Что вы не ощущаете, не замечаете своего интереса. Гази, что его нужно научиться замечать. Логичный, логичный, а плага. А сами, вы, сделать, этого не сможете. Если бы могли, вы бы не отказались в этой ситуации. Да? Вот, вы же. Оказались как-то в этой истории. В истории, что молодой человек, ну, вёл себя подобным, неподобающим образом по отношению к вам. Как-то вы в этой истории оказалось. И вот, нужно как раз разобраться и рассмотреть, каким образом, как вы оказались в этой ситуации. Таких отношениях, таким человеком. Да? То есть, что вы выделяете то, например, что любят вас, но не выделяете то, какие чувства у вас, к человеку. Понимаете? Понимаете, да? А это очень важный, в данном случае, аспект. Вот, так я бы сейчас, на данный момент, вам бы ответил. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Утачь. Зд 찰я. ętя. Утачь. Позвуд. Музыкка. Голос. Музыкка.